31 марта 2021 года многие блогеры в социальных сетях, такие уважаемые, стали писать, что движется российская техника по-прежнему в Украине. Вот с Ростовской области и Крымский мост от 30 марта. И пишет, готовимся. И вот открытие видео, что они размещают. Вот смотрите. Видите, как кусочки, фрагменты. Довольно-таки мощно и много. И вот второе. На мосту. Так вот движется. Смотрите, сколько всего стоит. Сейчас дальше мы посмотрим аналитику международную по этим событиям. Вот так вот длинные-длинные стоят. Ну может это психологический фактор, потому что многие волнуются, что нагнетают ситуацию. Просто когда какой-то кризис внутренний, как-то вбрасывается информация, вбрасывается видео, что вот такое для отвлечения внимания. И вот тут, смотрите, пишет он, что командование США повысило уровень готовности контингента с возможной кризиса до потенциально и неминуемого кризиса. Это Нью-Йорк Таймс. Давно он не пометает такого напряжения. И вот он пишет, что Украина сейчас в авангарде мира. Всего, как говорится, демократического. И вот дальше, смотрите, видео тоже он размещает трасса А-160 возле Каменско-Шахтинских. 140 километров от украинской границы. Это все вот размещено 31 марта. Вот так вот оно. Сейчас еще вот он размещает. Другой пишет вот тоже в комментарии, в Крым тоже. Но видите, как мир в таком сейчас напряжении и экономическом, и политическом. И где-то должно случиться разрядка этого, сброс этого всего напряжения. И вот тоже от 31-го в Крым. Вот идут, идут, идут. Ну сейчас еще вот дальше глянем. Ну а что тут? Политика международная, она всегда ищет слабые места на планете. Которые у нас сколько черноземов, территорий, производственных площадей и под различные производства. Конечно, многих интересует это все. Хотя такое, как говорится, не в первый раз, а нагнетание напряжения. И тут вот что еще у него. А перед этим, 30-го марта, канадский самолет приземлился в аэропорту с военным угрозом. А до этого у меня тоже есть обзор. В Одессу пришел американский большой корабль и привез хаммеры, военные машины, полевые санитарные машины. Ну то есть, видите, и Канада, и США, самолеты вот приходят с военной помощью. А вот что еще, тоже вот как штрихи, что Россия отказалась 31-го числа перемирия, прекращение огня на Донбассе с 1-го апреля, это по версии Украины. Вот так вот восстановить режим прекращения отказалась с 1-го апреля. Украина предлагала. А депутат от Слуги народа, которая там вот в Верховной Раде, в своем смартфоне написала после выступления министра обороны, или там вот главнокомандующего в Верховной Раде 30-го числа, что пора валить. Вот ее смартфон сфотографировали, что пора валить из страны. Нужно валить из этой страны. То есть, тоже, может, какая-то информация у депутатов там контролирует, циркулирует, но она потом давай говорит, что она имела в виду, пора валить на майские праздники. Вот тут не сильно поймешь, что вот это все. Ну и вот тоже один уважаемый блогер, тоже вот он пишет, что New York Times, с тысячи военных границ у Украины. В армии США считают вспышку нового кризиса на Донбассе потенциально неизбежной. Идется больше, чем про кризис, ставки растут. Вспомните ось Китай, Россия, Иран. Ну вот там они же все вместе, вот в той части Китай, Россия, Иран. Договоренности Путина с Эрдоганом, и переговоры с Меркель и Макроном. Вот Путин день назад с ними говорил. И говорили они Донбасс без нашего президента. Вот так вот он пишет. Вот поэтому слова дурепы нардепки, вот так вот он ее пишет, вот за эту нардепку, что со страны нужно валить, не лишены смысла. Вопрос только в том, что валить некуда. Спокойных мест и безопасных на земном шаре практически не осталось. Ну, есть страны относительно, может Великобритания, США. Там-то они могут гайки закрутить исламистам или кому-кто там у них воду мутят. Но они пока не закручивают, им надо свое общество в тонусе держать. Ну, посмотрим, как оно будет. Жаль, что только нам уготована роль непосредственных участников в этих всех мировых событиях. Уже сколько тут на этой земле было испытаний. А почему? Потому что отказались от тысячелетней веры, которая была на этой земле. вера палестинская сейчас у нас тут доминирует, чужая. Соответственно, весь наш эгрегор о счастье, люди просят о том, о том уходит в другие земли. Вот и весь ответ с точки зрения энергетического такого составляющего. Субтитры создавал DimaTorzok